Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем рубрику, в которой я вам рассказываю полезные советы и лайфхаки по использованию приложения телефон. Сегодня настало время познакомиться с новой порцией интересной информации. Меня зовут Максим, вы на канале Деминс Лаунж. Поехали! Итак, как вы помните, я делал уже два подобных ролика. В одном из них я рассказывал, почему есть разные вариации ответа на звонок, а во втором мы с вами говорили про вторую линию на вашем телефоне. Я вас спрашивал, про что еще рассказать. Вы мне накидали несколько вариантов, о них мы сегодня как раз-таки и поговорим. Если вы вдруг предыдущие ролики не видели, то в описании я оставлю на них ссылочку, после просмотра этого видео обязательно посмотрите. Ну о чем же будем говорить сегодня? Мы с вами затронем два аспекта. Первое это конференц-связь или мультивызов, называйте его как хотите. И второе, конечно же, мы с вами обсудим автоответчик, как настроить, как пользоваться и так далее. Ну и давайте, конечно же, сразу с него и начнем. Для начала, вы, когда заходите в ваше приложение телефон, справа пятая иконка у вас автоответчик. Вы заходите и там в основном ничего нет. Почему так происходит? Потому что эта функция называется визуальный автоответчик. Поддерживается она далеко не всеми операторами. Например, в России его поддерживают только МТС и Мегафон. А, например, в той же Украине его не поддерживает ни один оператор. Со списком тех операторов, кто поддерживает, кто не поддерживает в ваших странах, можно ознакомиться на сайте Apple. Я тоже вам оставлю ссылку в описании. Зайдите, почитайте, какие функции поддерживает ваш оператор на айфоне. Собственно, если ваш оператор поддерживает функцию визуального автоответчика, то вам нужно зайти в том самом приложении телефон в графу автоответчик, нажать настроить. Там вам предложат ввести пароль от автоответчика и затем вам предложат выбрать приветствие. Стандартное, либо вы можете записать свое. Ну, знаете, как вот в этих американских фильмах, когда «Ой, я не могу сейчас разговаривать, оставь мне, пожалуйста, сообщение, я обязательно перезвоню». Вот что-то типа такого можно будет записать. Ну и, соответственно, потом, когда у вас это все настроено, вы сможете красивым списком видеть, кто вам звонил, когда вам звонил, какие сообщения они вам оставили. Это все можно перематывать, прослушивать и так далее. Типа такой голосовой почты. Работает, в принципе, удобно. Жалко, далеко не все операторы это поддерживают. Например, я пользуюсь Yot'ой, они это не поддержат, у них стандартный автоответчик. И чтобы прослушать, мне нужно набирать там 4 цифры, потом ждать. У вас есть 10 непрочитанных сообщений. И они все по порядку, тебе начинают зачитываться. Это не очень удобно. А вот в таком виде визуальном, это, конечно, новый уровень. Тем не менее, эта функция доступна очень давно, чуть ли не с каких-то первых версий iOS. Но в США она действительно работает, потому что у них почти все операторы это поддерживают. Как видите, у нас с этим не так все радужно. Кстати говоря, небольшой офтоп, есть еще две фишки приложения и телефона, о которых я хотел бы рассказать. Но я хочу сделать это в формате шортс. Это минутные ролики, которые сняты вертикально. Поэтому в ближайшее время на канале, может быть, через недельку, смотрите. Там тоже будет очень интересная информация. Чтобы их не пропустить, обязательно подписывайтесь там внизу на канал и жмите на колокол. Тогда YouTube вам пришлет уведомление с выхода нового ролика. Ничего важного и интересного не пропустите. Ну а что по конференц-связи? Что это вообще такое? Это когда вы можете разговаривать с несколькими людьми сразу. Ну такой типа групповой FaceTime или групповые звонки в Skype, как хотите. Это называйте только через обычную вашу сотовую сеть. Тоже здесь нужно понимать, что далеко не все операторы это поддерживают. У разных операторов разное количество людей, которые могут участвовать в этой конференц-связи. И даже Apple у себя на сайте пишет, что типа наберите вашему оператору и узнайте, сколько именно людей может участвовать в этом конференц-звонке. Как, собственно, сделать конференц-связь? Когда вы разговариваете с каким-то человеком, у вас там будет кнопочка плюсик. Вы нажимаете на нее и звоните тому человеку, кого хотите добавить. После того, как тот человек возьмет трубку, у вас появится вот такая вот иконочка со стрелочкой, на которой будет написано объединить. Вы ее жмете и у вас эти два вызова объединяются в один. Так можно сделать несколько раз. Опять же, лимит оператора здесь нужно учитывать. Что можно сделать помимо разговора с теми или иными людьми? Можно кого-то заглушить, можно кого-то отключить и можно, например, перейти на частный разговор. То есть вы общаетесь со всеми, а потом с каким-то чуваком вам нужно что-то частным образом обсудить. Вы переключаетесь на него и разговариваете с ним частным образом. Все остальные в это время находятся в заглушении. Потом вы можете вернуться и продолжить разговор. Очень удобно. Жалко, что очень многие люди об этом не знают. Пользоваться элементарно, все очень интуитивно, понятно. Но тем не менее, у нас этим не очень принято пользоваться. Вот такие вот функции приложения и телефон у меня для вас на сегодня подготовлены. А в следующий раз мы с вами поговорим про определитель номера и про блокировку вызовов в iOS. Тоже очень интересные функции. Ну и, конечно же, если у вас есть какие-то идеи, вопросы, какую-то тему в этой категории хотите предложить, пишите, конечно же, вот там вот в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Ну а чтобы не пропустить новые ролики по этой тематике и не только, обязательно вот там же подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, тогда YouTube пришедет вам уведомление с выходом нового ролика. Ну и, конечно же, этому ролику не забудьте, пожалуйста, поставить большой палец вверх. Мне это будет очень приятно. Ну и, конечно же, вот эти два ролика не забудьте посмотреть. Там тоже очень интересно и познавательно подобран для вас мной алгоритмами YouTube. И вот сюда, конечно же, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим. Спасибо большое за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok